В Алматы продолжается реализация программы модернизации лифтового хозяйства. Порядка 87 лифтов в жилых домах Ауэзовского, Бастандыкского, Медеусского и Алмалинского районов Алматы будут заменены и модернизированы. В настоящее время установка новых лифтов завершена в 11 домах. Замена и модернизация лифтов осуществляется по решению собрания жильцов через КСК силами подрядчика, избранного жильцами. Так, на модернизацию лифтового оборудования подали заявку жильцы еще 34 домов Алматы. После заявки, получается, они, жители сами, участвуют в составлении дефектного акта, то есть где какие оборудования нужно заменить. Потом уже сумму утверждают, производство лифтов. В настоящее время участвует, то есть поставка лифтового оборудования идет в СНГ, то есть Россия, Украина, Белоруссия и в том числе один дом у нас с Турцией. Жильцы дома по улице Байсеитовой на общем собрании приняли решение установить у себя в доме лифты турецкого производства. В настоящее время один лифт уже установлен, его обследуют и в ближайшее время после всех формальностей ведут в эксплуатацию. На этом объекте мы производили полную модернизацию лифта, то есть заменили полностью станцию управления, лебедку, кабину, троса, то есть лифт полностью был заменен. Еще один лифт этого дома на начальной стадии модернизации. Как пояснили специалисты управления жилья и жилищная инспекция Алматы, жильцы этого дома заключили договор с подрядчиками. Согласно договору, срок погашения задолженности за ремонтные работы составляет 7 лет. Кроме того, деньги жильцы возвращают без процентов, то есть какая сумма стоит по договору, эту сумму жильцы и выплачивают. Специалисты городского коммунального предприятия Бастау провели рейд по отключению холодной воды и канализации у должников. Первой точкой стал один из ресторанов, расположенный в микрорайоне Горный гигант по улице Жукова. Абонент у нас, скажем, злостный неплатырщик. 2 июня мы уже неоднократно отключали совместно с районом, с видимым разрывом. Вот, как сами видите, опять они подключились. Пришлось еще раз повторно отключить с видимым разрывом. На сегодняшний день дебиторская задолженность ресторана за использование холодной воды и канализации составила чуть больше 135 тысяч. А этот ресторан, который расположен по улице Татьябекова, задолжал за коммунальные услуги порядка 253 тысяч тенге. Уведомление о погашении задолженности управляющий заведением получил несколько дней назад. В данный момент потребитель уже оплатил дебиторскую задолженность. Это мы сейчас выезжаем уже повторно. До этого был еще выезд 4 июня с уведомлением, что оплатить. Сейчас в данное время оплатили полностью. По словам специалистов Бастау, задолженность у ресторанов чаще всего возникает из-за халатности управляющих, которые не оплачивают услуги вовремя. Также и владелец этой автомобильной мойки, что находится по улице Алимжаново, задолжал за пользование услуг водоснабжения и водоотведения свыше 200 тысяч тенге. Кроме того, сотрудники автомойки после каждого отключения от холодной воды и канализации самостоятельно подключают все обратно. Данный потребитель нам уже несколько лет в задолженности находится. В июне месяце 6-го мы уже неоднократно предупреждали. В июне 6-го числа уже один раз мы их отключали, совместный срыв с видимым разрывом. Они вновь повторно подключились. Сейчас мы еще раз отключились с видимым разрывом и установили пломбу. Как пояснили сотрудники городского коммунального предприятия БАСТАУ, в случае, если данная пломба будет сорвана, владельцу автомойки, помимо задолженности, придется заплатить и за испорченную пломбу. Кроме того, специалисты обращаются ко всем пользователям водоснабжения и водоотведения. В случае несвоевременной оплаты за услуги будет произведено отключение. Продолжение следует...